В Атраусской области вновь побит антирекорд по числу заболеваемости коронавирусом в стране за сутки. В регионе было зарегистрировано 266 носителей ковид со вчерашнего дня. Там введены строгие ограничительные меры. И с нами на связи наш корреспондент Алия Жамитова. Алия, скажите, какова сейчас обстановка в регионе? Здравствуйте, Алмаз. Первые трое зараженных коронавирусной инфекцией в Атраусской области были зарегистрированы 27 марта. Они были завозными, завалевшие и были госпитализированы в инфекционный стационар сразу же. Далее, по мере возвращения казахстанцев на родину, случаи заболевания росли, также увеличилось число контактных лиц. Еще три месяца назад очаги заражения локализовали и дезинфицировали. На какое-то время распространение инфекции в городе удалось приостановить. На этот момент в областном центре было 69 носителей ковид-19. Но уже 8 апреля стало известно о первом зараженном на Тенгийском месторождении. Болезнь стала распространяться среди рабочих очень активно из-за общих мест проживания и питания. Вахтовики выходили на многочисленные митинги, отказывались соблюдать меры санитарной безопасности. Несмотря на все предпринятые ограничения, в мае Тенгийский стал самым крупным очагом заражения коронавирусной инфекцией в регионе. По последним данным, там заразились свыше 2000 рабочих. Было демобилизовано 26 тысяч вахтовиков. По новым требованиям сам врача, рабочий, заступающий на смену сейчас, должен уже сдать ПЦРТ за три дня до вахты по месту своего проживания. После снятия режима ЧП и карантина вспышка заражения коронавирусом началась уже в самом городе Атрау и в районах области. Это произошло уже в начале июня. Жители перестали носить маски и соблюдать дистанцию. На сегодня в регионе выявлено около 2200 заболевших пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. По данным Минздрава, в области зарегистрировано около 50 летальных случаев от пневмонии. Среди них и трое медиков. Как в городе, то в городе COVID-19. Вчера прибыла вторая партия медикаментов. Сегодня их уже начали развозить в аптеки города и области. В связи с нехваткой медперсонала Аким Атрауской области запросил гуманитарную помощь у соседней Астраханской области России. Планируется, что в регион направят крупную партию лекарств и пятерых врачей. Между тем, президент объявил выговор главе региона и дал поручение в кратчайшие сроки принять меры по стабилизации ПИД-ситуации. В области побывала специальная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Иролой Тукжановым. Руководитель оперативного штаба страны ознакомился с ситуацией в регионе и поставил перед Акимом области ряд конкретных задач. В частности, это увеличение инфекционных коек, бригад скорой помощи и мобильных групп. К данному часу это вся информация. Спасибо. Спасибо. Такая ситуация в Атраусской области, о ней нам поведал наш корреспондент Алия Жамитова.